Всем привет! Меня зовут Толя Понедельник и это моя книжная полка. Новогодняя версия. Сегодня я решила составить рейтинг из пяти книг, которые я непременно бы взяла с собой на необитаемый остров. Но в избежание всяческих недоразумений я бы хотела сразу предупредить, что этот рейтинг составлен по моим личным предпочтениям и не несет в себе никакой философской нагрузки. Я очень долго думала, какую именно книгу мне сделать первой. С одной стороны, я не могу причислить себя к какой-либо религии. С другой стороны, мне кажется, что Библия именно та книга, которую стоит прочесть и осмыслить в одиночестве. Стоит хотя бы вспомнить мои любимые детективы Дэна Брауна, которые основаны именно на религиозной и исторической тематике. Так что да, первую книгу я беру с собой Библию. Вторую книгу я беру с собой, как это ни странно, именно из-за ее размера. Когда мне было лет 12, мама подарила мне ее на какой-то из праздников, но больше 100 страниц я так и не осилила. Но уж на необитаемом-то острове за Властелина колец я возьмусь точно. Тем более, что экранизации я просто обожаю. Ну и конечно, куда же на необитаемый остров без Робинзона Круза? Помню, что в школьные годы он мне не особенно нравился, но я думаю, что на необитаемом острове он придется особенно кстати. Четвертой книгой в своем списке я решила сделать гордость и предубеждение Джейн Остин. Вообще, будь моя воля, я бы взяла с собой все собрание сочинений госпожи Остин. Но я думаю, это будет не совсем честно в рамках этой игры. Так что я беру с собой именно гордость и предубеждение, а не разум и чувство. Несмотря на то, что именно разум и чувство моя любимая книга Остин. Но согласитесь, грех не взять такое издание. Надеюсь, морской ветер ему не повредит. Решение о последней книге оказалось самым тяжелым из-за меня. Ведь есть столько книг, которые бы мне хотелось с собой взять. Однако среди них очень сложно было найти действительно стоящее. Было бы логичным взять с собой какой-нибудь самоучительный словарь, но я не ищу легких путей. Поэтому я беру с собой зоопарк в моем багаже Джеральда Даррелла. Я думаю, самое но почитать про милых зверушек, когда у тебя под попой огромный муравейник от соседней ветки. Плетит Орэнгутанк. И в прошлом выпуске я разыгрывала для вас книгу Дианы Уэн Джонс «Ходящий замок», которая уже в скором времени улетит к моей зрительнице Юле из Липецка. Если честно, я даже не ожидала, что на этот раз конкурс вызовет такой ажиотаж. Поэтому я всем вам очень благодарна. Для меня очень важна эта обратная связь. И сегодня у меня есть для вас еще один вот такой сказочный подарок. Это вот такое издание «Звездной пыли» Нила Геймана. Сама я книгу не читала, но в восторге от экранизации. Чтобы выиграть книгу, вам достаточно рассказать в комментариях об одной книге, которую бы вы взяли с собой на необитаемый остров. А на сегодня это все. Всегда ваша книжная полка.